Смысл своей работы во власти я видел прежде всего в стремлении обустроить наш край. Сделать так, чтобы его мощь, его сила служили прежде всего людям, которые здесь живут. Уровень губернатора, заместителей губернатора, членов правительства предполагает не работу, а предполагает служение с полной самоотдачей. Вот главный критерий, по которому я оцениваю людей, работающих со мной. Достало, все достало, видеть не могу эти лживые рожи, притворство, лицемерие. В глаза посмотришь любому, пустая, гнилая, крысиная душонка. Вы в зеркало смотрите, чиновники, в кого вы превратились? Лично я не могу. Противно. Я же знаю, что я не настоящий губернатор. Фейковый. А где вы видели настоящего губернатора? Где? Здесь? Сейчас? Земляки, откройте глаза. Эти стены давно не видели достойных людей. Губернаторов, министров, депутатов. Это все артисты. Притворщики, лицедеи. Только и делают, что меняют маски. Плетут интриги, переобуваются, перекрашиваются. Вот это фальшивая фейковая власть, только имитация работы и заботы о людях. В этой бредятине все фальшивое. Настоящий только шут, говорящий правду. Это клоунада краевого масштаба. А люди свидетели бездарной постановки с дешевыми трюками и фокусами. Это же все декорации. Это все держится на честном слове и когда-нибудь рухнет. Оглянитесь по сторонам. Как вы живете? В какой стране? Это театр абсурда. Вам не осточертили все эти спектакли. Цирк уродцев. Терпимо, да? 20 лет терпимо? 30? А может всю жизнь вам терпимо? Но это же не жизнь. Это кошмар. И вы все проснуться не можете. Но вы как будто бы под гипнозом. Вас как будто бы наркотой обкололи. И вы не можете отличить хорошего от плохого. Покажите мне, что у нас тут не фальшивое. Что здесь осталось натуральное, настоящее. На полках в магазинах контрафакт. Молоко, масло. Абсолютно везде заменители. Это же все фальшивое. Суррогат. Нас травят. Это все ненастоящее. Многие из нас не помнят и даже не знают вкуса натуральной, настоящей еды. И болеют. И идут в аптеки. А в аптеках дженерики. Заменители. Опять же подделки. И покупают лекарства. И ничего не помогают. А тратят огромные деньги. А власть этого не видит. Да власть заодно с этими барыгами и негодяями. Им плевать на всех нас. Они же только за себя. Как бандиты и оккупанты. Это и есть фейковая власть. И свобода-то ваша тоже фальшивая. Фейковая. Вроде бы не в клетке сидите. На свободе. Не на цепи. Опашите как рабы. И денег у вас только что пожрать. То, что вокруг вас нет забора с колечей проволокой. Так это только потому, что вам бежать некуда. Да и на улицу выходить, на митинги, на пикеты запрещено. Вы не можете себе ничего позволить. Вокруг одни запреты. Строгий режим. Правила ваших надзирателей, хозяев этой жизни, оккупантов. Это не настоящая свобода. Все вокруг фейковое. Губернатор, которого назначили олигархи. Мэр, которого не убирал народ. Депутаты, которые продались. И хлопочут только о себе. Лицемеры, продажные конъюнктурщики. Предатели своего народа. Ворюги. Вот она. Это паскудная реальность, в которой жить тошно. Беда в том, что эти фальшивые отслуги народа по-настоящему выворачивают ваши карманы. Налоги поднимают. Тарифы, цены. Все как назло делают против людей. Делают только хуже. Им абсолютно насрать, как вы живете. Они думают только о том, как завтра, снова, в очередной раз, ободрать вас. И круглые сутки льют вам в уши вранье, чтобы вы за эти издевательства, за эту чушь, им еще в ноги кланялись. Благодарили барина за милость и брошенную кость. Как остановить этот геноцид? Пора менять эту подлую, фальшивую власть. Никто за нас это не сделает. Кто может, у кого есть силы, поднимайтесь. Ждать от этой старой элиты, что она одумается и повернется лицом к людям, не приходится. Мы знаем, кто эти люди. Бесполезные конъюнктурщики, приспособленцы, паразиты. Земляки, сегодня я хочу сделать важное заявление. Я много лет критикую власть. И занимаюсь тем, что защищаю вас от беспредела чиновников и людей в погонах. Я журналист и помогаю всем протестующим организовывать и освещать митинги. И сам нахожусь всегда в эпицентре событий. Меня так же, как и вас, хватает полиция, возят в автозаках, судят, штрафуют и ищут любой повод, чтобы посадить. Мне пытаются навредить всеми возможными путями. И это моя борьба, которая меня нисколько не пугает. Сегодня я объявляю, что решил идти на выборы депутатов Законодательного собрания Красноярского края. И чтобы Единой России было не слишком сладко, я выдвинусь по округу Александра Викторовича Уса. Дорогие красноярцы, жители Железнодорожного района, я журналист, народный блогер Дмитрий Полушин. Предлагаю, не дожидаясь выборов, уже сейчас начинать решать ваши проблемы, проблемы округа. Ничего нам не мешает этим заниматься уже сегодня. Сейчас в описании видео и внизу экрана вы видите адрес электронной почты, куда вы можете написать мне. Я со своей командой приеду, а может быть приду, потому что я живу на границе Железнодорожного района. И все, что касается вас, касается и меня. Кто хочет поддержать мое выдвижение и избирательную кампанию, в описании видео есть реквизиты, как можно помочь и денежным переводом. Друзья, не только словом, но и делом. Борьба выходит на новый уровень. Пора менять власть. Нельзя ронять своего достоинства и торговать будущим своих детей. Поэтому власть в крае нельзя доверять тем, у кого здесь нет ни родины, ни прописки. Власть должна принадлежать вам, тем, кто здесь жил и будет жить всегда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова